МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 14 января в спортивно-зрелищном комплексе города Одинцова состоялся ежегодный турнир по армейскому рукопашному бою «Рождественская звезда». Организатором выступила Федерация армейского рукопашного боя Московской области при поддержке районной администрации и руководства городского поселения Кубинка. Более 200 спортсменов из 15 российских городов приехали в Одинцово, чтобы сойтись в рукопашную. К соревнованиям допускали спортсмены, которые не менее двух лет занимаются единоборством. Одинцовский район представляли бойцы из города Одинцова и Кубинки. Ну, это соревнования Московской области, где, как говорят в спорте, обкатываются молодые люди. Тренера смотрят, кто имеет какие перспективы, вот, и отбирают сильнейших. Армейский рукопашный бой в районе довольно сильно развит. А что касается Кубинки? В Кубинке это тоже популярно. И у нас несколько секций таких есть, по-моему, три. Я думаю, что все они сейчас принимают счастье. Армейский рукопашный бой – универсальная боевая дисциплина. Это система приемов защиты и нападения, которая стала квинтэссенцией мировых единоборств. Свою популярность во многом армейский рукопашный бой получил за полноконтактные поединки. Датой рождения армейского рукопашного боя принято считать 1979 год, когда в городе Каунас на спортивной базе 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии состоялся первый чемпионат воздушно-десантных войск. С тех пор соревнования по армейскому рукопашному бою стали проводиться ежегодно. Долгое время АРБ не выходил за рамки физической и тактической подготовки военнослужащих. Запрету подлежало любое применение этих навыков в неслужебных целях. Открытый турнир по армейскому рукопашному бою «Рождественская звезда» проводится уже в пятый раз и неизменно при участии представителей Одинцовского благочиния. На открытии почетных гостей клирик и Кеоргиевского собора отец Семен Бондарь в прошлом тоже спортсмен. Перед основными поединками ребята кропляют святой водой. Так принято в состязании, в названии которого вынесен один из главных церковных праздников – Рождество. И хочется каждому из нас пожелать, чтобы все, кто встретится здесь сегодня, в боях, остались друзьями после боя. Это история соревнований, а дружба, она останется на веках. Один из организаторов турнира – Кубинский спортивный клуб по армейскому рукопашному бою имени русских богатырей Андрея Слябя и Александра Пересвета. Руководить спортивным объединением выпускник богословских курсов Артур Казимирович Букс. Повышение уровня физического и духовного развития, по мнению тренеров клуба, невозможно без опоры на православные традиции. «Правила армейского рукопашного боя. Естественно, там болевые приемы, они ограничены, чтобы не повредить спортсмена. И запрещены некоторые ударные приемы, ударная техника, чтобы поменьше допустить травм. У нас задача такая, чтобы больше пользы, меньше вреда. И наш мир, он воюет 5000 лет, и 300 лет мы только не воевали. Поэтому мы всегда готовы, должны быть готовить своих детей, своих подрастающих поколений для защиты своего отечества. Это самое главное – защита себя, трудной ситуации, семьи, отечества. Мне пришлось закончить богословские курсы. Получить диплом с правом преподавания в оскоренной школе. Чтобы грамотно, доходчиво объяснять, ненавязчиво. Чтобы всем было понятно. Андрей Аслябе и Александр Пересвет – легендарные монахи войны 14 века, иноке Троица Сергиева монастыря. Предполагается, что Пересвет до пострига был брянским боярином, участвовал в походах и многих боях. Родион Аслябе в монашестве Андрей также жил в Брянске и, подобно Пересвету, участвовал в военных походах. Так, согласно сказанию о Мамаевом побоище, вместе с иноком Пересветом Аслябе сопровождал великого князя Дмитрия Тонского в походе против татар и, по благословению Сергия Радонежского, участвовал в Куликовской битве. Именно здесь, на поле Куликовом, положили свои головы русские воины Андрей и Александр. Однако некоторые источники полагают, что Аслябе остался в живых и в 1389 году сопровождал Дмитрия Донского в его поездке в Царьград. Между тем, Александр Пересвет и Андрей Аслябе похоронены в каменной палатке рядом с деревянным храмом Рождества Пересвятой Богородицы в Старом Симонове. А слава о бесстрашных иноках жива по сей день и прославляют их подвиги юные спортсмены-рукопашники уже 21 века. Среди участников рождественского турнира как опытные бойцы, так и дебютанты. Хотя, глядя на схватки спортсменов, сложно кого-то назвать новичком. Ребята настроены решительно только на победу. Я хочу сделать один болевой. Болевой рычаг локтя. Что это за прием такой? Ну, это когда ты берешь руку и я как-то обвестить не могу. Это, наверное, прием, которым ты чаще всего соперников укладываешь на лопатки или нет? Да. А почему именно этот прием? Ну, он мой любимый. Я к нему привык. Скажи, кого из бойцов армейского рукопашного боя ты мог бы выделить? Кто тебе нравится больше? Ну, у нас есть во второй группе один мальчик, его зовут Илес. Вот он очень хорошо тренируется, всегда занимает первые места. Мне кажется, он хороший боец. А ты? Ну, я пока на среднем уровне. Что должно произойти, чтобы ты постарался? Я должен быть уверена, верить в то, что я сильный, смелый, и постараться выиграть своего соперника. Скажи, ну почему армейский рукопашный бой? Это папа так решил? Не, я сам решил. Потому что я сам хочу заниматься. Я занимаюсь боксом, самбо, еще армейский рукопашный бой, и рукопашный бой. В Кубинском клубе по армейскому рукопашному бою имени русских богатырей Андрея Слябе и Александра Пересвета тренируются ребята от 6 лет. Есть средняя группа от 8 до 15 лет, и старшие спортсмены до 18, и еще взрослее. Занятия предполагают силовые тренировки, бокс, борьбу, развитие выносливости, отработку комбинации ногами, а также совмещенный комплекс рукопашного боя. Предусмотрены тренировки по индивидуальной программе. Спортсмены принимают участие в летних военно-спортивных сборах, а также во всевозможных турнирах. Так, 17 декабря в Одинцово состоялся фестиваль единоборств в памяти героя Российской Федерации знаменитого летчика Игоря Ткаченко. Ребята из Кубинки заняли общекомандное третье место. Этот клуб существует более 10 лет. Более. Выпущено очень много выпускников. Есть мастера спорта, есть кандидаты мастера спорта. Многие уехали служить в военном училище. И там успешно учатся и поддерживают физическую форму. Мы не только являемся отличниками в боевой и политической подготовке. И наша задача руководства клуба воспитать в духе патриотизма, чтобы они любили свою родину и умели ее правильно защитить. Для популяризации армейского рукопашного боя в 92-м году по инициативе спортивного комитета Министерства обороны была образована Федерация Армейского Рукопашного Боя в рамках Армейской Ассоциации контактных видов единоборств. В 95-м году были разработаны и опубликованы правила соревнований. А также спортсмены получили право предоставлять документы на присвоение звания Мастер спорта России и спортивных разрядов. Сегодня армейский рукопашный бой активно развивающаяся дисциплина. Она представлена во всех федеральных округах, особенно популярна в Одинцовском районе. По условиям схватки бойцов происходит на квадратном ковре, татаме. Внешняя зона 3 метра, для безопасности спортсменов. Бойцы делятся на возрастные и весовые категории с шагом в 5 килограммов. Перед выходом на ковер спортсмены надевают красный или синий пояс. Каждому бойцу полагается секундант, который отвечает за его амуницию. Как правило, это кимоно, борцовки с защитой, пятки и подъема, накладки на голень, раковины на пах, жилет-протектор, на руки краги, защита колена, предплечья и локтя и шлем с металлической решеткой. Судьи оценивают удары руками, ногами, броски и болевые приемы. У юношей поединок длится 2 минуты, у взрослых 3 минуты чистого времени. В турнире «Рождественская звезда» шанс проявить себя был у каждого. Тем более, что призов, кубков и медалей было предостаточно. Юные богатыри бились со всей отдачей. Просторный зал спортивно-зрелищного комплекса свободно вместил всех желающих не только поучаствовать в турнире, но и поддержать выходящих на татами спортсменов. По итогам состязания бойцы из Кубинки заняли 6 призовых мест. Иван Семакин, Андрей Семакин, Андрей Антохин и Иван Брычак завоевали золотые медали турнира. Иван Проваров взял серебро, а Никита Баронов – бронзу. Организаторы турнира выражают особую благодарность своим спонсорам, а также Одинцовскому благочиню за поддержку состязания. Редактор субтитров А.Семкин